Всем привет! Канал Сербия Лайв, с вами Олег и у меня для вас очередные новости. Сегодня я расскажу о том, что сейчас происходит в Сербии, когда ожидается разрешение на въезд иностранных граждан, какие меры принимаются для возобновления полноценной коммуникации с миром, поговорим о переезде, о том, что пишет сербская пресса о карантине в России и так далее. Начну с хорошего, потому что плохого будет намного больше. Итак, карантин в Сербии официально отменен. Работа восстановлена почти во всех сферах производства и обслуживания. На улицах полно людей, весна плавно переходит в лето. На днях уже было 30 градусов, вирус утихает и в последние дни число заразившихся в день по всей стране около сотни. Ношение масок предложено в рекомендательном порядке в закрытых помещениях. Вирусологи по-прежнему просят об обязательном соблюдении дистанции, но кто их слушает? Под вопросом пока остаются массовые мероприятия, а кафе-рестораны уже зазывают своих постоянных клиентов. Постоянных, потому что новых гостей придется ждать еще очень и очень долго. Можно сказать, что мы довольно хорошо справились с короной. Полную статистику на 17 мая вы можете видеть сейчас на экране. И общее число смертей составляет 230 человек. заболевших 114 из 6500 протестированных. Сербия за это время не только завезла и изготовила все необходимые медицинские атрибуты по борьбе с вирусом, но и стала активным помощником и донором в регионе и за его пределами. Буквально в эти дни заявлено о изготовлении собственных машин вентиляции легких и о создании высокоточных тестов, способных выявить даже мутационные формы ковида-19. И на этом хорошие новости заканчиваются. Идем к вопросу о перемещении за рубеж. Сербия открыла свои границы, но все очень и очень сложно. Для въезда в Сербию иностранцам ныне требуется подтверждение о негативном действии на корону. Сделаны не позднее 72 часа до въезда. А также разрешение специальной комиссии под надзором правительства. И далее перечисляется список министерств, входящих в комиссию. С тестом все более-менее понятно. В случае, если его нет, вы отправитесь на самоизоляцию на 14 дней. Или же, скорее всего, вам предложат пройти его в аэропорту по недемократичной цене 6000 динаров. Это где-то в размере 50 евро. Меры сейчас прорабатываются. Возможно, что будет какое-то смягчение, но не точно. А вот что собой представляет специальное разрешение, пока не опубликовано. Министерства туризма в комиссии нет. И поэтому смею предположить, что это будет нечто похожее на рабочую визу, которую предварительно надо заказывать в сербских консульствах. Далее правительству Сербии рекомендовано с 1 июня полностью снять все ограничения на перемещение граждан со странами Босния, Албания, Черногория и Македония. И Сербия призвала эту четверку последовать ее примеру. Вопрос с Европой находится в подвешенном состоянии из-за неопределенности в самой Европе. Ну а что касается России, то это и вовсе огромная черная дыра. Надо сказать, что сербы очень внимательно следили за маневрами Путина. Сербская пресса, даже лояльная России, не боится острых тем и очень подробно освещала его попытку закрепиться во власти пожизненно, прямо называя это диктатурой. Подробно описывала все. Но вот эта статья вызвала у меня прямо гомерический хохот. Я даже было подумал, что текст написал кто-то из тайных российских оппозиционеров. Интересно и то, что если раньше, еще год назад, при упоминании фамилии Путин, тут же всплывало несколько десятков комментариев одобрения и поддержки, то теперь ноль. Я специально трое суток подождал. Ноль. Полный ноль. Видимо, теряет он народную любовь не только на родине. Отдельным заголовком идет то, что Путин паникует и заботится только о своем спасении. Но главное даже не это. Хотя там ему вспомнили все, включая подлодку Курск. Главное это то, что в статье описан хаос в режиме управления. И тем самым как бы намекается на то, что Россия еще долго не выберется из зоны с повышенной опасностью коронавируса. Не надо говорить, что я отношусь предвзято к России. Я всего лишь перевожу вам, что пишет сербская пресса. Так что можете оставить свои обиды при себе. Или направлять их адресно в редакцию газеты. Ссылку я вам оставлю. Тем не менее, на днях Вучич позвонил Путину с предложением оказать ему помощь в борьбе с вирусом. И в связи с вышесказанным встает вопрос, а когда вообще откроется сообщение с Россией? Следуя логике, ясно, что пока Россия находится в зоне риска, разговоров о каком-либо перемещении между нашими странами быть не может. Но еще большую сумятицу в общую картину вносят появляющиеся комментарии российских чиновников, которые как бы подчеркивают полный бардак и отсутствие маломальской стратегии в этом вопросе. Кто только не выступал на эту тему. И сам Путин, и члены Сафреда, какие-то там непонятные врачи, но жестче всех была Матвиенко, заявившая, что россияне могут как минимум до конца года забыть о поездках за рубеж. Правда, это было в конце апреля. Но надо учитывать, что она часто озвучивает уже готовые решения. И опять же, должны быть какие-то протоколы порядка перемещения между странами. А их сейчас и в самой Европе-то не наблюдается. Пока только одни слова и никаких действий. Все мы знаем, как тяжело проворачивается бюрократическая машина европейских партнеров. И принятие решений может затянуться еще очень надолго. Так что не будем гадать, а подождем соответствующих мер. А теперь я хочу сказать вот еще что. Мне стали поступать письма с криками отчаяния о том, что все пропало и переезд Сербии, грубо говоря, накрылся медным тазом. Послушайте, я вам уже не раз и не два говорю, что Сербия потихоньку закрывается для эмиграции понедвиги. Да и вообще законы меняются сейчас очень часто. Вы, как обычно, попаникуете пару дней, найдете где-то там утешение и успокоитесь, надеясь на то, что еще чуть-чуть и условия для переезда станут лучше. Да не будут они лучше. Будут только хуже. Сколько можно еще учиться на своих ошибках? Собрались переезжать? Переезжайте. Не надо ждать, пока там евро упадет. Ребенок пятый класс закончит и так далее. Вот сколько себе помню, евро только растет, обнуляя все ваши усилия по зарабатыванию дополнительных финансов. Ребенок здесь доучится, а если даже и пропустит год школы, то ничего страшного не случится. Это Европа. Здесь это нормально и встречается везде и повсюду. Не надо ждать, пока лишние года к пенсии набегут. Мы элементарно можем до этой пенсии просто не дожить. У меня есть примеры, причем близкие родственники, которые тоже думали, вот еще чуть-чуть и все, едем. Нет у вас этого еще чуть-чуть. Нет и не будет. Поэтому, если сейчас появится окно, те, кто решился, не медлите. Переезжать на любом этапе нашей жизни всегда будет тяжело. А если вы сами себе придумываете оправдание, то лучше не ехать вообще никуда. Здесь, раздираемые постоянными сомнениями, вы счастья не найдете. А в случае переезда вы должны четко понимать все существующие риски. Я не хочу, чтобы вы проклинались Сербию в том, что у вас что-то не получилось. Знаете, кто бы вам что не рассказывал, что даже если вы и найдете так называемое дешевое жилье, то расходы по передачу прав от хозяина к вам вместе с налогом составят минимум 1000 евро. Хотя я давно занимаюсь этим вопросом и обычно сумма выходит на порядок больше. Я об этом рассказывал вам не раз в своих видео. А еще в НРЖ получать, а это также 200 евро на человека в год, в лучшем случае. Коммуналка, налоги на недвигу и еще много второстепенных затрат. Никаких послаблений для вас не будет, вы не сербские граждане. Так что тщательно взвешивайте свои силы. В этом вопросе просто одного желания мало. На этом все. Живите долго и счастливо и дай Бог вам сил пережить это нелегкое время. Всего вам доброго.